Всем здарова народ, с вами Варчик. Немножко на один день мой канал превращается в инфопомойку, но этот видосик должен быть, потому что прошлый будет неполноценным, если не сделать обзор и рассказать свое мнение еще и про ответку Корбина, которую он сделал на своем стриме. Раз уже начали, то нужно доделывать до конца. Сделал видео с мнением про расследование от Нирью, нужно тогда уже сделать видео с мнением про ответку Корбина. Но я осилил этот двухчасовой стрим, надеюсь, что у меня после этого не начнутся какие-нибудь проблемы с психикой или крыша у меня никуда не уедет. Если что-то случится, вы знаете из-за чего. Итак, поехали. Итак, что было в этом стриме? Сначала он возмутился тем, что его называют продажным, поскольку он на своих стримах рассказывает про картошку так, как есть. Что это чисто коммерческий проект, что там все создано для бабла. Делают ветки популярные имбовые, чтобы их качали, тратили бабки. Прям танчики, прям магазинчики и в принципе так далее. Это по сути начало стрима. Потом у нас идет схема, почему маленькие каналы могут занимать топовые места в битве блогеров. Кстати, вообще не знаю, кто такой вопрос ему там задавал, не задавал. Ведь в первой битве блогеров победил левша, у которого самый маленький канал был из участников в битве блогеров. Так что тут уже какой-то вопрос такой себе. Но схему он нарисовал неплохую, что некоторые каналы поддерживают другие каналы. И так или иначе, когда доходит дело до голосования, то с меньших каналов, которые поддерживаются большими, зрители уходят голосовать за свой приоритетный основной канал, за своего основного блогера. Поэтому некоторые блогеры получают очень маленькое количество голосов. Это все понятно, очевидно. Схему он нарисовал он хорошую, молодец. Непонятно, правда, где здесь подвох был про группу Вотэкспресс. Он заявляет, что ему вообще все равно причастна эта группа как-то к ВГ или не причастна. Ему в принципе похер. Просто он попросил выложить один видосик в их группе. Сказал, что не нужно меня пиарить, но видосик можно было бы выложить. После чего видосик в принципе и выложили. Но после этого еще жестко так пропиарили в этой группе еще несколько раз в битве блогеров этого же Корбина. Плюс еще заявляет Корбин, что остальные тоже могли просто пойти в эту группу и попросить, чтобы запостили там что-нибудь от них. Честно говоря, абсурд какой-то. Показал он какую-то переписку. Как он этим пытался оправдаться, я честно говоря не понял. В группе Вотэкспресс чисто Корбина было навалом. Вот и все. Да и мне честно говоря тоже все равно, кому принадлежит эта группа. Следующее это видео про то, как мама Корбина агитирует проголосовать за него в битве блогеров. Специфический видосик, который был удален через один день. Как говорит Корбин, он его просто скрыл. Какой-то там договор был на 24 часа или не было. Ему просто сказали скрыть. Он его скрыл. Все. А этот видосик был заказан каким-то его знакомым с деньгами. И при этом снимала это видео Картошкина съемочная группа. Как это все вместе слепить в одну кучу, я даже не понимаю. Есть Корбин, которому сделали видосик. Кто-то с деньгами этот видосик заказал. И почему-то должна снимать это видео именно Картошкина съемочная помойка. Которая кстати довольно таки качественные видосики делает. И якобы не на деньги Картошки этот видос был снят. Че-то какой-то пиздец. Нельзя было снять кем-то другим, если есть бабки. Я че-то здесь не понял. Ну да бог с ним. Ну и следующее. Это Корбин начал жестко так засирать Джова. Сначала он показал там якобы документ, который подтверждает, что рекламу Давидыча оплатила Картошка. Но печать на этом документе стоит какой-то школы. Типа вот парадокс. Общая образовательная школа ставит печать на документе про оплату рекламы. Короче я вообще не понял, что это за картинка. Правда ли Джоу такую картинку где-то показывал. И если показывал, то на какой хрен. Короче бреда и смешной хрени на этом стриме было довольно таки много. Как оно вообще вместе все в одну кучу вяжется, это просто капец. Ну и последнее, что просто повергло меня в шок. Это переписка, которую Корбину кто-то слил. Из открытого телеграм-канала. Где там сидят всякие Джовы, Дезертоды. Еще там какая-то движуха друзей Джова Дезертодов. Причем создатель этой группы, насколько я понял, Слава Макаров. По крайней мере возле Славы Макарова было написано владелец. Я так понимаю, это владелец этой конференции, который ее создал. Я может быть конечно ошибаюсь, но в общем какая разница. В этой конфе в общем сидит вся эта движуха. И я так понимаю, видимо про ранговые бои Джоу пишет такое вот замечательное сообщение. Ебать в рот мудаков, что делали этот режим. Логическое сообщение, если ты находишься в конфе, в которой находятся такие крупные разработчики, как Слава Макаров. Давно замечал за Славой Макаровым, что он может сказать так как есть. Если бы он конечно еще делом это подкреплял, то игра бы наверное у нас была бы намного лучше. На этот комментарий Джова Слава Макаров ответил. «Потому что пошел ты нахуй, вот почему. Спасибо за понимание». Просто он послал его нахуй. Все. Также еще забыл упомянуть про то, как Корбин оправдывался, что не только он общается с разрабами, но и все остальные топ-блогеры. Показал момент, как на стриме Нирью забанили пресс-аккаунт за то, что он его переименовал. И буквально на том же стриме за пару минут ему подогнали еще один пресс-аккаунт, потому что он куда-то там написал, и прям посреди стрима ему еще аккаунт подогнали. Также он еще упрекнул про это и Джова. Джову забанили перманентно аккаунт на песочнице за то, что он его передал кому-то другому. Как вы знаете, в нашей игре передавать аккаунт другому нельзя, за это бан. Так вот, Джоу передал аккаунт другому человеку, Корбин его на этом спалил, Джову забанили пермачом аккаунт. На песочнице основной аккаунт. На основном сервере типа нет, а на песочнице забанили. Сейчас вышла песочница, и Джоу снова играет на своем аккаунте на песочнице. Итак, вывод в конце. Первое. Корбин работает по довольно-таки известной старой схеме на ютубе, как раскрутить маленький канал при помощи большого. Нужно просто всячески его цеплять, начать какой-нибудь срач между этими каналами, и тупо начинать просто его поглощать. В принципе, что он и делает с каналом Джова. Он просто его сожрал, этот канал, и пытается всячески начать срач с Джовом. А Джоу, я так понимаю, отвечает, и это ошибка, благодаря которой Корбин набирает аудиторию. Плюс еще Корбин цепляет все остальные каналы по картошке, так или иначе. Поэтому его канал сейчас и онлайн на стримах набирает обороты. Также еще все топ-блогеры могут спокойно пообщаться с разработчиками. Делали много встреч, у них там есть конфа, у них есть связи, но игра никуда не двигается. Единственное, что двигается, донат. Причем донат не только в игре двигается, но и на стримах, и в описаниях этих же блогеров, которые рекламируют всяческие кидалово на бабло своих же зрителей. Все эти кейсики и остальная билиберда. Видимо, сама игра уже никому не интересна. Игра была интересна только тем самым старым разработчикам, которые заложили основу в эту игру, в которую мы до сих пор и играем. Основной геймплей в картошке, который был сделан 10 лет назад, он так и не изменился. Он просто немножко ускорился. Вот и все. Это все, что случилось за 10 лет. Пока на энтузиазме игра развивалась, в самом начале, ее можно было называть игрой. Но сейчас эту основу хорошей игры, настолько все уже облепили и прилипли к ней, высосали все из нее соки, что она уже на игру не похожа, но сами для нее делать никто ничего не хочет. Только хуесосятся и бабки рубят. Надеюсь, вы не часто будете просить меня смотреть всякие видосики, чтобы потом рассказывать свое мнение про них, потому что что-то после этих инфоповодов, что-то даже как-то грустно. Пойду лучше заниматься тем, что мне нравится. Монтировать вам видосики, делать гайдики и стримы, на которых я отвечаю на ваши комментарии в чатике. Я общаюсь с вами, без всякой рекламы и херни. Просто по-людски, без всякой помойки. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.